И все, привет, ребят, с вами в Тарваке, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике, сегодня у нас четверг, выход новых обнов, и это выход большого количества обнов, хоть и я записываю этот видос, ну, довольно-таки уже поздно, но я все же надеюсь на вашу поддержку и надеюсь на то, что вам интересно мое мнение, связанное с этими всеми обновлениями. Если это так, то обязательно поддержите этот видос лайком. Начнем мы, конечно же, с первого ивента, который стартует уже с завтрашнего дня, который называется Summer Sport Games 2022, это, ну, можно сказать, Ultra Plus Discount Weekend, но с дополнительным новым игровым режимом. Уже с завтрашнего дня, с 22 июля по 1 августа у нас в игре начинается данный ивент, и он стартует, конечно же, со скидочками в пятницу на магазин, в субботу на гараж и в воскресенье на МПК. Да, очень хорошо, что есть у нас скидочки, потому что я на бездонат смогу еще прокачаться. Как раз неделечка прошла, у меня прокачки там вам занулись, можно дальше подкачаться. Двойные фанды и опыт с пятницы по воскресенье на протяжении двух недель, то есть этот ивент полноценно продлится 10 дней, 10 дней, 10 дней. Новый игровой режим с завтрашнего дня по понедельник и рестарт, то есть полноценно пятница, суббота, воскресенье. Режим с командной гонкой вооружения, о которой уже говорили в видеоблоге, и которая работает как обычная дефолтная ДМК, только здесь вы играете командами и каждый отдельно, за каждые 3 килла переходите на следующую пушку. Как только вы доходите до бонка и делаете на нем 5 киллов, ваша команда выигрывает. То есть как только хотя бы один игрок эту задачу выполняет. Так, по крайней мере, здесь написано. С точки зрения фарма, я думаю, что это может быть очень интересный режим. И в целом может быть симпатичный. Единственное только то, что здесь отключены, ну в принципе, параметры боя, ну даже все, все параметры боя такие же самые, которые были на гонке вооружений. Поэтому посмотрим, если вам интересно. Давайте наберем быструю контентовую 123 лайков, и завтра с утра я ворвусь и запишу видос, даже пораньше, может где-то в часов 10 уже выйдет на канал, видос с этим игровым режимчиком. Я думаю, что это будет интересно. Дальше второй спецрежим через неделю, режим с демкой и с повышенными золотыми ящиками. Иран, будущее, Red Alert. И здесь, я так понимаю, что все включено. Да, все абсолютно включено, за исключением переодеваний. То есть обычная вкусная демочка. Давно у нас их не было. В очередной раз она у нас появится. Ну и по картам, в принципе, наверное, неплохо. Иран, будущее, Red Alert. Хорошо. Ультраконты. Здесь у нас появляется новое устройство, гиперскоростные снаряды. О нем чуть позже я пройдусь. Залечу на английскую Википедию. Я ее тут уже на перевод поставил. Конечно, перевод такой корявенький, но в целом разобраться можно будет. Я не знаю, почему на русской версии игры у нас не выкатили вот эту вот темочку. Но на английской локале этот пост есть. И мы тоже по нему пройдемся. Дальше, 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 что у нас дальше? Новый режим. Спец режимчик. Так, это есть. Ультраконты есть. Спец супермиссии. В этот раз они появляются. В прошлый раз у нас кто-то их зажал. В целом можно заработать за, ну можно сказать, полторы недели. Сколько у нас получается здесь? 18? Да. Да, 18. 18 ультраконтов и плюс обычных еще раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть обычных. А еще одна пачка и еще 18 вверху? А нет, тут не 18. Тут уже 12. То есть в целом 30 ультраконтов можно заработать. Нормально. Пойдет, пойдет, пойдет. И еще здесь обычных. Еще шестерочку обычных. То есть 12 обычных и 30 ультра. Бодрячок, бодрячок. Появляется в очередной раз спецуха с ежедневными танкойнами. Спецуха с 300 ультраконтами. Спецуха с 60 ультраконтами. Семенными према, тесла, устройство сверх проводящий. А, это эми, короче. И краска акварель. Интересно, сколько будет стоить эта спецуха. Если десятку, то в принципе, ну, наверное, неплохая. С премочкой. Ну, и спецпак, чемпионский запас. 15 недельных, 20 обычных и 20 ультра. Вот это интересно, сколько будет стоить. Потому что 15 недельных, наверное, тоже неплохие бабосики будут стоить. Но если какая-нибудь трешка-пятерешка, то, наверное, тоже неплохо пойдет. Было бы неплохо увидеть. Так, дальше. По еще одному. Сейчас перейдем еще к обновлениям, да. Но хочу еще заострить внимание на том, что у нас закончился первый дополнительный челлендж. В котором нужно было набить как можно больше звезд. Это, то есть, с полноценно 1-го числа по 15-е происходил этот дополнительный, ну, можно сказать, ивент. Для тех ребят, которые набивают большое количество звезд. И победителем его стал 24 карат. 8 350 звезд набил этот молодой человек. И он на свой аккаунт за это количество звезд получил Скарпиончика. Если просто прикинуть и посмотреть по-быстрому его аккаунт. И посмотреть, насколько много он играет. Это 29-я легенда, которая за 2 недели набила, ну, довольно маленькое количество. То есть, это купленные звезды. Притом 100% купленные. Единственное... Не, у нее даже броника нет. То есть, это чисто донатер, который втушил баблоса на звезды и забрал себе Скарпиончика. Интерес, наверное, для него это был интересик. Уже на МК-4 его подкачал. Теперь же у нас в этом же самом розыгрыше, в этом челлендже, то есть до конца месяца, разыгрывается целых 10 Скарпионов, и у меня появляются интересные мысли в голове. А может попробовать на выходных побеймсить? Поработать на какую пятерочку, может там контент шестерочку? И получить Скарпиончика? Не знаю, что скажете по этому поводу, напишите в комментариях. Если бы был бы такой интересик, может быть, что-то беймсанем. Если, конечно, желание у меня бейщиное, Вася, появится. Так, ну и обновление. По обновам здесь у нас появляется новое устройство на Гром. Гиперскоростные снаряды, наверное, перевод правильный. Интерес устройства в том, что на близком расстоянии урон уменьшен в 50%, на большом расстоянии в 400 раз больше, чем обычный урон. То есть это супер должно быть жесткое устройство на больших дистанциях. И что-то мне подсказывает, что это устройство нужно обязательно затестить. Обязательно тестаем, посмотрим, и, скорее всего, это будет жесткая контентовая темочка. Поэтому, если ожидаете, тоже сюда Лайкозавра, еще 123-ку сверху и беймсин. Грома чуть поднерфили, Скорпиончика тоже чуть поднерфили. Здесь урончик уменьшен у Скорпиона, Крит увеличен. Ну, то есть плюс-минус ничего не поменялось со Скорпионом. С Громом критический урон чуть поменьшили. И устройства виверные... Ну, короче, все устройства, я так понимаю, критический урон еще уменьшили. И зато увеличили критический радиус с 1 метра до 12. То есть критом теперь будет наноситься сплэш. Критически, да, по всем танкам сразу. Но зато он будет с меньшим уроном. Неплохая вещь, наверное. Посмотрим, как оно будет работать. Также у нас появляются завтра ночные карты. И здесь исправлены всякие ошибки. Я, пожалуй, их читать не буду, потому что здесь корявый перевод. И особо я сильно ничего не пойму. Вот единственное, только я быстро увидел, это то, что уровень громкости музыки на экране регистрации в ходу игру меньше до уровня громкости использования для других звуков. Спасибо тебе, Арех. Просто спасибо. От души, брат. Вот я очень сильно ждал, когда он это сделает. Спустя целых 2 недели. Или даже 3 недели. Эта ошибка пофиксена. Я, как говорится, снимаю шляпу, но почему это супер так долго было? Почему я и очень большое количество игроков должно было потратить очень большое количество нервов? Но, ладно, это уже такое лирическое оступление. В общем и целом, как-то так. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Ожидаете ли выход видосов новых, если да? То обязательно пишите по этому поводу в комментариях. Пишите в целом, что вы думаете по поводу всей этой обновочки. У вас, я думаю, что представление уже какое-то сложилось, мнение. Потому что уже время тоже неплохое прошло после выхода этой новости и анонсом обновы. Поддержите этот слайк. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, и нам не пропускают новые видеоролики. Но и не забывайте про текст издателя контента, который находится в настройках игры, в аккаунтике. Все можете найти. Мой личный так, это ТегТимП, установить его. Поддержите меня. И участвуйте в розыгрышной информации по розыгрышу. Есть в описании. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok